Всем привет! Меня зовут Дарья и вы на канале My World of Books. И сегодня я хотела бы вам рассказать о книге Морфу. Это подростковая фэнтези. И она мне очень понравилась. Она книга, которую я хотела бы сделать отдельный обзор. Итак, давайте же поехали. Итак, о чем эта книга? Здесь однозначно не будет спойлером сказать, что эта книга о неком загробном мире. Да-да, герой, к сожалению, умирает и попадает на другую сторону. Он проходит ряд испытаний, прежде чем достигает чистилище, место, где, куда прибывают все души. Каждая душа получает некую монету, подростив, которую она узнает, куда она попадает. Либо это рай, либо это лимб, как понимается, как ад. И вот главный герой, так же, как и все прибывшие души, подбрасывает монету. Однако она становится на ребро. Это означает, что он находится на перепуте и должен пройти ряд испытаний, чтобы некоторым образом очистить свою душу. И в конце должен пройти некое заседание, где будет трое судей. И они уже отправят его либо в Рэй, либо в Лимб. По мере того, как он проходит испытания, мы узнаем, как он погиб и какая вина огложит его душу и не дает идти дальше. А мы узнаем, что какие бы испытания ни проходил человек, что бы он ни совершал, несомненно важно, чтобы не только его простили, но и то, чтобы он сам себя простил. И, к сожалению, как бы не хотели другие помочь человеку, это в силах сделать только он сам. И только он сам может спасти себя. Так вот, этот мальчик, вернее, когда он умер, ему было уже 17 лет, у него, как и у любой души, которая пребывает в честилище, появляется некий наставник, так называемый психофор. Это психофоры, это души детей, которые, к сожалению, рано погибли. И именно он помогает герою пройти все испытания. Одним из наказаний для героя, как мы поймем, будет то, что он постоянно встречает заколку из синей бабочки, так называемый, поэтому и называется морфу. Когда он видит эту заколку, он не может держать слез, что-то его ужасно тревожит. А этим испытанием, которые он проходит, ему необходимо побороть свой гнев, страх, и узнать свою смерть, и простить других, и простить себя. Но не все проходит так гладко. Он встречает в этом честилище девушку, которая очень сильно повлияла на его жизнь. Он ощущает ужасную вину по отношению к ней. Именно из-за этого дальше он не сможет пройти, и душа его как бы находится в смятении. Но девушка, узнав, она пройдет последние испытания, узнает, как она связана с этим главным героем, и не захочет уходить без него в лучший мир. А герой, он не хочет, чтобы она страдала, как и при жизни. Он сделает так, что она забудет эту часть жизни в связи с ним, и спокойно уйдет. Однако из-за этого ему придется заплатить непомерную цену. Казалось бы, что еще можно сделать? Ведь он уже находится в честилище, но ошибаться, оказывается, что ошибаться можно и находясь уже за гранью путия. Несмотря на то, что это подростковая книга, здесь заложено очень много взрослых и важных тем. Тема отношения родителей и детей, тема воспитания и обиды, тема на то, что человек, особенно подросток, иногда заваливает на себя непомерную тяжесть. Иногда он не способен реально оценить свои возможности, и тогда важно, чтобы был какой-то близкий человек, друг, возможно, родитель, который бы мог выслужить этого человека и не воспринимать, не принимать его в штыки, не пытаться как-то оценивать его поведение, а просто выслушать его и принять его. К сожалению, иногда такого человека не оказывается рядом. И подросток, он идет не по правильному пути. Именно не потому, что он такой плохой, а потому, что не было человека, который бы его поддержал, не кричал бы на него, просто любил. Не потому, что он получает хорошие оценки или хорошо себя ведет, а просто, безусловно, принимает ребенка таким, каких он есть. Поэтому иногда друзья — это единственная спасательная палка тонущему подростку. и важно, и хорошо, если эти друзья окажутся хорошими. Но иногда они такие же заблудшие души, как и сам человек, который к ним обращается. Советую прочитать каждому подростку. И в этой книге не все так грустно. Есть какие-то веселые моменты. И думаю, что в этой книге, конечно, есть ничем задумываться. И интересно будет почитать даже взрослому. Если этот взрослый будет читать не напрямую на поверхности всю эту информацию, а будет смотреть между строк, в глубь текста, я думаю, он тоже много чего может вынести из этой книги для себя. Ну что ж, собственно, такой немножко грустный обзор, но и тема, можно сказать, не очень веселая. Однако думаю, что эту книгу можно читать и взрослым, и подросткам. Подросткам особенно. Обязательно познакомьтесь с этой книгой. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok